Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы помните эту историю, когда Иисус спускался с Елеонской горы в Иерусалим, спускался на Ослике. И люди, жители Иерусалима и гости, которые были там, они встречали Иисуса как царя. Они постелали свои одежды перед Ним, они восклицали благословен грядущего имя Господне, они говорили «Осана Ему». И когда Иисус спустился, Он пришел в храм. В храме же Он увидел тех, которые продают, которые покупают. Увидел, менял, увидел, что здесь просто вот это святое место превратилось в рынок. И люди как будто бы потеряли какое-то понимание, где это они находятся, что они делают. Шла торговля, было столько людей, все было, все двигалось, все было в движении. И Иисус пришел в состояние ревности по храму Небесного Отца. И Он сказал, Он взял бич, опрокинул все столы покупающих, продающих. И потом сказал «Дом мой, дома молитвы наречется». Вы сделали Его вертепом разбойников. Написано, что после этого приступили к Нему в храме слепые и хромые. И Он исцелил их. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту фразу. «Дом мой, домом молитвы наречется». Вы знаете, это не просто была вспышка эмоций Иисуса. Это было некое заявление, которое Иисус сделал в контексте того, что происходило там. Другими словами, Иисус сказал «В доме моем, в церкви моей, в храме, вы будете или вы должны молиться». «Дом мой, домом молитвы наречется». Что делают люди в доме молитвы? Конечно же, молятся. Друзья, второй текст хочу предложить из первого послания Тимофея, вторая глава, первый стих. Здесь апостол Павел уже говорит молодому служителю Тимофею, и он дает ему наставление и говорит такие слова. Итак, прежде всего, давайте скажем вместе, прежде всего, еще раз, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Знаете, прежде всего, это значит прежде всего. Писание имеет в виду то, что говорит. И то, что говорит, то Бог и имеет в виду. И если ты скажешь, ну прежде всего, что это значит? Это значит, что прежде, ну чего-то там такого, наверное, важного, прежде там, не знаю, какого-то решения, поменять работу, место жительства, там, жениться, выйти замуж. Ну прежде этого надо, конечно, помолиться. Но Писание говорит, прежде всего, прежде всего. Для меня это так звучит, когда я поднимаюсь утром, прежде всего, прежде чем я что-либо сделаю, Писание мне говорит, прежде всего соверши молитву, прошение и благодарение. Прежде всего сделай это. Перед тем, как ты что-либо сделаешь, помолись, прежде всего соверши молитву. Я хочу говорить о том, что я был очень впечатлен, совсем недавно встречаясь и общаясь с братьями и сестрами, которые возглавляют молитвенные движения по всему миру. Бог дал привилегию общаться со служителями с разных стран, и я общался с человеком, который представляет молитвенные движения в Бразилии, в Китае, в Мексике, в Корее, в Египте, в Европе и целом ряду других стран. И знаете, после общения с каждым из них, с некоторыми из них мы несколько часов вместе провели, с некоторыми час, после общения с ними у меня такая картина, прям по всему миру как бы сложилось, что делает Бог. Сложилось из первых уст, не с газет или с телевидения, но когда вы общаетесь с людьми, которых использует Бог в национальном масштабе, и когда вы слышите, что делает Бог, допустим, в том же Китае сегодня, или в Корее, или в Египте, знаете, что-то мы начинаем понимать, что-то начинаем видеть. И вот картина, которая сложилась у меня, картина такова, что Бог сегодня в наши дни восстанавливает сильное и мощное молитвенное движение по всему миру. И это очень сильно вдохновляет меня. Бог восстанавливает сильное и мощное движение, молитвенное движение по всему миру. Я, пожалуй, хочу немного остановиться на этом. Давайте посмотрим еще в один текст, Деяния, 15 глава, 16 стих. Вы помните, как здесь такие слова написаны? Здесь сказано так, «Потом обращусь и воссоздам скинею Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы». Я остановлюсь на этом. Это пророчество, которое было сказано и записано в первом веке. Бог говорит, «Потом», то есть не сразу, не в первом веке, и мы уже знаем из истории не во втором, и даже не тогда, когда марафские братья молились сто лет, даже не в том веке, хотя сто лет шла молитва, но Он говорит, «Потом обращусь и воссоздам скинею Давидову». То есть это будет еще потом, это будет когда-то в будущем. Друзья, и я думаю, это не только мое мнение, это мнение многих служителей Божьих, что мы как раз живем в этом времени, когда Бог воссоздает скинею Давидову, которая, как здесь написано, она пала. И ее Бог сказал, я воссоздам и исправлю ее. И здесь есть цель, цель, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы. Давайте скажем слово «все». И все народы, и все народы. Что такое скинея Давидова? Я хочу немного с вами снова воссоздать вот этот образ скинеи. Мы читаем в Библии, что много лет назад, когда евреи были в рабстве, я очень быстро сделал некий обзор, и когда жизнь стала еще труднее, потому что фараон издал указ, по которому уже не давали им солому, они были рабы, их было много, около трех миллионов. И они работали, им нужно было делать кирпичи, но у них не было материала, из которого делать. Жизнь стала еще труднее. И они воззвали к Богу, воззапили, и тогда Бог через Моисея и Аарона вывел народ из рабства и вел их в обетованную землю. Перед тем, как это случилось, мы знаем, что Бог пришел к Моисею в виде горящего куста. Моисей был любопытным, некоторые из вас тоже любопытны. И Бог видел это качество в нем, это неплохое качество, если ты интересуешься Богом. Иногда, конечно, оно может и в негатив сработать, злую шутку сыграть с тобой. Но Моисею было интересно. Он видел много раз, как загорается куст от жары в пустыне и сгорает, но этот горел и не сгорал. Горел и не сгорал. Моисей подошел очень близко, и вот здесь Господь проговорил к нему. Из этого горящего куста он услышал голос Божий. И Бог сказал ему, Моисей, я увидел страдания народа моего, иди, я посылаю тебя. Иди и выведи народ мой из рабства, и введи их в обетованную землю, где течет молоко и мед. Вы знаете, там, где присутствие Божие, это отдельная дима, присутствие Божие, там, где присутствие Божие, мы все хотим там быть. Почему мы собираемся вместе? Потому что здесь присутствие Божие. В Библии написано, что когда Он пришел в дом, в Евангелие от Марка, во второй главе, стало слышно, что Он в доме. То есть Иисус зашел в дом, и стало слышно, что Он в доме. Как это слышно, что Он в доме? Он же просто человек. Но стало слышно, потому что больные вставали, потому что что-то происходило, потому что когда Иисус, там что-то происходит, в присутствии Божием, написано, там тают горы. Присутствие Божие – это величайшая ценность для каждого христианина. Моисей пережил это присутствие. И вот Он пришел туда, к своим, Свои сначала приняли, обрадовались, потом Он пошел к фараону, фараон ожесточил еще больше, еще труднее стало им жить. Они уже тогда против Моисея пошли. В результате, вы знаете историю, в результате однажды в одну ночь умирают все первенцы египетские, а у детей Божьих, у народа Господня, все первенцы живые. И в эту ночь они поспешно выходят из Египта. У Моисея есть эта картинка. Я приведу их к тому месту, где Бог говорил со мной. Они переживут то, что я пережил. Они переживут это присутствие Божие. То же самое, что у тебя бывает, и что у меня бывает. Мне так хочется взять каждого из вас и привести вас в присутствие Божие. Почему? В присутствии Божьем все выровняется. В присутствии Божьем вы простите вашим обидчикам, которые вас так сильно ранили. В присутствии Божьем ваш взгляд поменяется. В присутствии Божьем вы почувствуете и поймете, что вы любимые. В присутствии Божьем отверженность уйдет. В присутствии Божьем вы раскроетесь в своих дарах, в призвании. В присутствии Божьем все по-другому будет, все по-другому будет. Потому что присутствие Божье, оно нас созидает, оно нас очищает, оно благословляет, оно строит и оно ведет нас по Божьему пути и согревает израненную душу. И Моисей хотел привести в присутствие Божьего народа. И он привел их туда, и он хотел, чтобы они пережили то же самое, что он пережил. Но они испугались, они не захотели. Бог сошел, гора дымилась, и они испугались. И Моисей поднялся один на ту гору. И тогда, мы читаем в Библии, Бог сказал, я дам вам скинию. Что такое скиния? Скиния – это место, где Бог сказал, я буду жить там. Это такая палатка. И там три отделения. И там есть святое из святых. То отделение, где сам Бог сказал, я буду жить там. Я буду обитать там, во святилище. И там есть еще одна комната. И там есть еще притвор. И люди могли приходить вот сюда, с краю, приносить жертвы. И люди могли, священники, входить в святилище. Но никто не мог приходить святое из святых, кроме первосвященника. И то один раз в год. История скиния была такова, что потом, когда они пришли уже в обетованную землю, внутри святого святых, где жил Бог, был ковчег. И Давид хотел этот ковчег перенести. Когда он воцарился, он где-то потерялся, этот ковчег. Уже палатка уже была не нужна. Уже как-то все по-другому стали жить в своих домах. Уже пришли в эту землю, где молоко и мед. Уже нет вот этих всех трудностей, что они где-то в пути. И они победили врагов. Все хорошо. Но когда Давид пришел к царству, он послал, чтобы взять этот ковчег. Для него важно было присутствие Божие. И вы знаете, он принес его к себе в свой дом. Он построил большой дом. Большущий дворец. И в своем дворце он поставил ковчег. И со всей страны он взял, привел, привез к себе, нанял четыре тысячи музыкантов и певцов. И сделал не такую палатку, где три комнаты, а сделал одну большую комнату. Просто большую комнату. Где нет никаких завес. Где могли быть музыканты, певцы. И где они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно, безостановочно славили и поклонялись Господу. Давид это сделал, потому что понимал, у него было откровение, что Бог любит всех людей. Что Бог не прячется там за завесой. Что Бог не где-то далеко. Что мы можем подойти поближе к Богу. И знаете, Бог не поражал людей там. Никто в скине Давидовой не падал мертвым. Люди приходили, погружались в эту атмосферу присутствия Божьего. Молились, славили Господа, пелись музыкантами, певцами и возвращались обратно. Потом история говорит нам о том, что Иерусалим был захвачен, Давид умер. Но Бог сказал интересную мысль. Он сказал, никогда не закончится, не перестанет человек на престоле Давида сидеть. И Иисус, когда пришел, Он сказал, я сын, и потом от Давида. Он отождествил себя, Он сказал, я от Давида. И знаете, в деянии апостолов Бог не говорит, я воссоздам скинью Моисееву. Хотя скинья Моисеева, это идея самого Бога. Бог говорит, та идея, которая была у Давида, чтобы сделать возможным и доступным присутствие Божье для каждого, она мне больше нравится, я воссоздам скинью Давидову. И это меня очень сильно вдохновляет. Что такое скинья Давидова? Скинья Давидова – это возможность, это молитва, это прославление, это осознание, кто я во Христе Иисусе, это возможность прийти и поклоняться Господу, собраться двум-трём, может быть, всей церковью. Это возможность стоять пред лицом Божьим, не думая, что кто-то особенный это должен сделать. Пастырь, который в церкви полное время работает, или старейшины, каждый из нас, мы имеем доступ к нему. И Бог говорит, я воссоздам. То есть я это откровение дам в последние времена. И церковь, мой народ, они будут молиться, и они будут осознавать это. Друзья, я хочу сказать о том, что Бог, воссоздавая скинью Давида, имеет определенную цель. Если вы когда-нибудь изучали истории пробуждений в христианстве или вообще в истории человечества, то вы не могли не заметить, что каждому пробуждению предшествовали определенные предпосылки. И основной предпосылкой, почему Дух Божий сходил на то или иное место, была молитва перед Господом. Я хочу описать, что такое пробуждение, как я понимаю, несколько характеристик. Первая из них, когда происходит пробуждение, Дух Божий опускается с небес. И самое первое, что происходит, человек осознает свою несостоятельность, свою греховность, свою ограниченность, и кается перед Богом. Один из моих друзей рассказывал мне, как он, это было лет 25-30 назад, наверное, как он вернулся с Аргентины. И в Аргентине один человек по имени Анаконди, он проводил такие крусейты, Карлос Анаконди проводил такие крусейты, евангелизационные, на окраине города, где-то, где у него получалось, он ставил такую палатку и проповедовал. И вот интересное переживание. Троллейбус, проезжая мимо этого места, останавливался, потому что люди в троллейбусе начинали плакать, начинали осознавать, и водитель тоже, начинали осознавать, что с ними что-то не так. Начинали сокрушаться, переживать присутствие Божия, просто территориально, проезжая мимо этого места. И многие выходили, просто шли, каялись перед Господом. Это реальность. Вторая характеристика, приходит жажда, приходит голод по Богу. Все наши цели, которые мы ставим, все, к чему мы стремимся и бежим, все то, что казалось нам таким важным, вот это нам надо сделать. Вот нам нужно там жилье улучшить, вот нам нужно там деньги, там зарплату, вот нам нужно то, нам нужно доказать. Вдруг как все блекнет. На первое место выходит Бог. Господи, я Тебя хочу знать. Апостол Павел сказал об этом, что для меня жизнь Христос, смерть приобретение. И он сказал также о том, что все, что было преимуществом для меня, ради Христа, я пошел за мусор, как щита, как ничто. Третья характеристика, приходит освящение, изменение характера людей. Это картина, которая мне нравится. Не так давно я слышал, это реальная картина. Я сейчас вам просто пример один расскажу. Молодой человек, ему 13-14 было, он рассказывал об этом со слезами. Он говорит, пастор, вы не поверите, что случилось, что случилось в моей семье. Мой папа был алкоголиком, и папа и мама, они практически не общались. Они очень и очень плохо жили. У нас практически не было семьи. Я старался прийти вечером поздно домой, тогда, когда отец уже спит, чтобы быстро пробежать свою комнату. Иногда, если на кухне не было там никого, то, конечно, я хотел покушать. Я кушал что-нибудь, и просто что там есть, и шел в свою комнату. Мы не общались с отцом практически никогда. Он злился, кричал. Он был всегда каким-то таким недоброжелательным. И он говорит, но однажды вечером, когда я пришел, я заметил, что на кухне отец и мать. Я подумал, сейчас опять будут крики, ссоры. И я, говорит, быстро нырнул в свою комнату. Но в тот вечер ничего подобного не было. На следующий день, говорит, я снова увидел, что они вместе. И, похоже, отец там что-то делает на кухне. Я, говорит, немного задержался, посмотрел. Отец повернулся, назвал меня по имени и сказал, сынок, ты голодный? Я, говорит, не мог поверить. А потом, говорит, когда я сидел за столом, я никогда этого не видел раньше. Отец так нелепо повернулся к маме и попытался сказать, что он любит ее. Он говорит, я ничего подобного не слышал из уст моего отца, кроме матов и зла. Я ничего не слышал. Я, говорит, не мог поверить своим ушам. Отец принял Иисуса. Он покаялся. Изнутри процессы Божьи начали происходить в нем. И он пытался начать новую жизнь. Он говорит, пастор, у меня есть семья. У меня есть семья. Мой папа работает сейчас. Он практически не мог долго задержаться. На работе его выгоняли. Часто без работы был. Папа стал для меня папой. Друзья, вот это не сосвящение. Это характеристика пробуждения. Чудеса и знамения. Я могу здесь много рассказывать о том, что чудеса и знамения. Конечно, на протяжении всей истории церкви происходят чудеса и знамения, но в дни пробуждения, когда Дух Божий посещает землю, когда Дух Божий сходит, чудеса и знамения намного больше их. И намного такие сильные, драматические. И последнюю характеристику, которую хочу сказать, это изменение культуры, изменение городов, народов и стран. Изменение. Мы не за революцию. Мы за трансформацию и перемену личности изнутри. Изменение культуры. Друзья, но в основе всякого пробуждения была молитва. Без молитвы ни одно пробуждение не происходило. Есть много примеров пробуждений в моей жизни. Я несколько из них захватил. В 1980 году в городе Таллине, в Эстонии, был излит Дух Святой. Мне было всего 13, я был там. Эта церковь молилась, молилась днями и ночами. Церковь искала воли Божьей. Там тоже были сложные обстоятельства, и это подтолкнуло их к тому, чтобы взывать к Богу. Очень сильно Бог излился тогда Духом Святым. Много. Я помню, я зашел, они собирались в таком, я не помню, то ли католический, то ли лютеранский храм, в таком высоком таком храме. И там большая картина была на сцене. А за картиной, я зашел туда, была куча костылей, и была куча очков, инвалидных колясок. Люди их приносили, они приходили на костылях, они приходили с очками, люди оставляли и уходили исцеленными. И я помню, я смотрел и не мог поверить своими глазами. Что-то подобное, только намного ужаснее. Я видел в Аушвице, это то место, где было убито полтора миллиона евреев. И там такая куча чемоданов, там такая куча обуви, и других вещей, которых снимали с людей перед тем, как отправить их в газовые камеры. И это нечто ужасное, на что невозможно просто смотреть. А здесь такая куча, когда люди отставляют, потому что Бог их исцеляет. Это невероятно. С того времени в моей жизни самая большая ценность. Господи, я хочу Твое присутствие. Я хочу проявленное Твое присутствие, потому что Бог присутствует везде. Ты скажешь, пастор, ну а что Бога нет здесь? Есть везде. Но когда Бог проявляет Своё присутствие, мёртвые встают, глухие слышат, слепые видят. Когда Бог проявляет Своё присутствие, что-то происходит с тобой, сердцем твоим. Ты плачешь. И ты говоришь, что я плачу, не знаю. Бог очищает тебя. Ты хочешь быть другим. Что-то доброе происходит с тобою. Я хочу проявленное Божье присутствие. Друзья, я был также в другом месте, где был излил Дух Святой в 1995 году, и я переживал очень мощное прикосновение Божие, которое касалось не только меня, многих и многих и многих людей. Хочу сказать ещё вам одну мою мысль, с которой я вернулся сейчас. Когда я общался с человеком, который сегодня используемый Богом, чтобы поднять церкви Кореи для молитвы. Корея! Корея! Вы слышали что-нибудь о Корее здесь, на этой сцене? Три года назад проповедовал пастыр самой большой церкви в мире, который принял церковь от Дэвида Юнгичо. У него в церкви 830 тысяч человек. Я был у него. Это молитвенная церковь. Я был на той Корее, которую они купили. История такова. Корея – это буддистская страна, конфуцианство, буддизм, языческая страна. Ещё сто лет назад там практически не было вообще ни одного христианина. Она была полностью языческой. Но пришли первые миссионеры. Они стали проповедовать об Иисусе Христе. И этот маленький огонёк, пробуждение зажёгся. В 1950 году, вот тогда, когда Северная Корея отделилась от Южной, когда уже установилась граница, один буддист, молодой юноша, заболел смертельно. Но Бог исцелил его. Пришёл к нему проповедник, помолился о нём. И Бог поднял его. Его звали Йонги. И он, будучи молодым, сказал, Иисус, я отдам Тебе все свои годы. Я отдам, я посвящу Тебе все мои силы. Я хочу идти нести Евангелие исцеления, Евангелие пробуждения. И он начал церковь. Люди стали собираться возле него. Чуть позже вот эта история вытекла в то, что он купил, даже не он, его тёща, купила одну гору, потому что они понимали, что им нужно молиться. Они были такими бедными. Это как раз только война закончилась. У них не было ничего абсолютно. И сверхъестественным образом они приобрели там гору, и на той горе они проводили дни, ночи молились, и молились, и молились, и молились. Потом сверхъестественным образом Господь дал им понимание, что им нужно купить кусочек земли. Это было как на острове, так. Там города ещё не было. Они купили, начали строиться, денег не было. Это история, удивительная история этого человека, которого Бог использовал, чтобы стать тем проводником молитвы в Корее. Если вы сегодня поедете в Корею, будете в Сеуле, проедете с вечером по городу, везде, где глаз вас может видеть, вы будете видеть, как светятся кресты. Церковь на каждом углу, в каждом квартале церковь. Молятся все. Сегодня тысячи молитвенных гор. Первый купил Юнгичо, Дэвид Юнгичо. Устроил там эти кельи. И вот я сижу, общаясь с этим человеком, и я говорю, скажите, что сегодня в Корее происходит? А он говорит, в Корее, а в Корее молитвенное движение захлёбывается. Я говорю, а как? Почему? Мы наблюдаем, весь мир смотрит за корейской церковью, потому что корейская церковь менее чем за сто лет с нуля поднялась до 38 процентов населения христиан. Сегодня, буквально за каких-то 50 лет, из нулевой, разрушенной экономики, сегодня мы пользуемся столькими предметами, которые произведены в Корее. Это ведущая экономика мира, одна из ведущих экономик мира. Компания Самсунг сегодня на втором месте по товарообороту в мире. А вы говорите, молитвенное движение захлёбывается. О чём вы? И он говорит, да, мы остановились в росте нашем. И вдруг он сказал мысль, которую я хочу, чтобы каждый из нас услышал, потому что я увидел себя там. Я после этого пошёл в молитвенную комнату, я провёл несколько часов там, и я говорил, Господи, спасибо, что я это услышал. Он сказал, потому что когда в 50-е годы начиналось молитвенное движение в Корее, мы были сфокусированы на том, чтобы Господь ответил на наши нужды. Мы были в беде. Экономика разрушена. Ничего нет. Мы голодные, холодные. Мы просто в огромной беде. И люди просили, Боже, приди, помоги нам. Сейчас всё по-другому. Сейчас мы наверху. А церковь не поняла суть молитвы. Я сказал, а можно поподробнее? И он открыл мне 26-й псалом. 26-й псалом. Мы сидели с пасторами там просто, мы знаем этот псалом. И он сказал, посмотри, в чём суть молитвы. Суть молитвы не в том, чтобы ты просил Господи, пожалуйста, ответь на мою нужду. Он ответит, дальше что? А дальше у тебя нет причины молиться. Потому что у тебя всё есть. Почему вся история израильского народа, это к Богу крик, потом отпадение, к Богу отпадение, потому что они получали ответы, у них интереса уже нет. И вот в 26-м псалме он показал мне, что сказал Давид. А Давид сказал следующее. «Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И он говорит, а ты заметил, что сказал Давид? Он не сказал, что я приду в храм Господень молиться, чтобы Господь защитил меня, ответил на мои нужды, исцелил, дал мне победу на войне, благословил меня. Он сказал, я приду туда, я склонюсь пред Богом, чтобы созерцать красоту Господню. Красоту Господню. И он остановился на этом и говорит, если бы христиане могли очистить свой мотив в молитве, не просить «дай мне, дай мне, дай мне», а в молитве созерцать Бога, созерцать Его красоту, наслаждаться и утешаться им, любоваться Господом. он говорит, тогда Корея и церковь Корея росла бы дальше и мы бы не остановились и наша молодежь, которая уходит в мир, не уходила бы в мир. Я был обличаем Господом, я посмотрел вглубь себя, так, знаете, непредвзято и признался, что я тоже часто прошу Господи, дай нам, дай нам, ну я вроде для Господа, ну для Господа, не то, что вроде, дай нам здание построить, дай нам сделать то, дай нам сделать то, а здесь я ничего не должен просеять. Я, знаете, как два влюбленных, два влюбленных, вот такая картина у меня, два любящих, как голубка два, о, ты прекрасна, о, ты прекрасен, песни-песни, о, ты удивительна, а ты удивительна, о, Господь мой, о, как чудесно мне быть с тобой, я наслаждаюсь, я питаюсь, Господи, я люблю Тебя. Знаете, интересно, у меня изменилась жизнь молитвенная, я стал просить, Господи, дай мне увидеть Твою красоту, Господи, дай мне переживать Твою близость, Господи, дай мне чувствовать, дай мне ощутить, пережить любовь, и я в псалмах увидел, что, оказывается, Давид очень много слов использует, что Бог чувствует, не просто говорит, Бог сделал это, ну, сделал, сделал, когда нас принимаем, Бог так сделал, он шел дальше, он в Боге видел личность, он общался с Богом, как с личностью, и он задавал вопросы, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, что ты хочешь делать, молитвенную жизнь, наша церковь в России, у нас есть молитвенная жизнь, но это только начало, нам нужно учиться молиться, так, чтобы мы не на себя тянули, чтобы мы начали познавать Его, ведь апостол Павел об этом же и сказал, он сказал, чтобы познать Его, чтобы познать силу воскресения Его, а у Иезекииля, в 44 главе, в 15 стихе, там написано, что они будут служить Ему, кто? Люди, которые стояли на страже, видите, в виктор движения другой, они будут служить Ему, и Бог говорит, те, которые стояли на страже, я их приближу к себе, знаешь, когда ты приближаешься к Богу, то лицо твое начинает сиять, здесь все для человека, здесь и мудрость, и благословение, все остальное приложится тебе, когда ты приближаешься к Богу, жизнь меняется, и Бог говорит, я приближу их к себе, кого? Тех, кто стояли на страже, они будут служить Мне. Друзья, мы продолжаем искать Господа, один текст, еще скажу, в 36-м салме написано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего. Дом мой, говорит Иисус, домом молитвы наречется, вот как я слышу, в доме моем будут стоять мои сыновья и мои дочери, и они будут поклоняться Мне, они будут воздавать славу Мне, они не будут приходить только для того, чтобы получить что-то для себя, они не будут приходить только дай Мне, дай Мне, дай Мне, они будут искать Меня, величайшей ценностью станет Господь, Иисус Христос. А потом мы будем молиться за народы, за других людей, за то, чтобы слава Божия была проявлена в нашем народе, за то, чтобы наши соседи пришли к Богу, друзья, знакомые, близкие, мы будем взывать и молиться, чтобы Царство Божие, которое на небе, пришло на землю. Последний мыс, который хочу сказать, в Египте, в мусульманской стране, где, если я правильно помню, 98% мусульман, всего 2% христиан. Не так давно собралось более 50 тысяч человек. Эти записи есть, и я думаю, что мы их как-то опубликуем. Это удивительно. Нельзя просто посмотреть на эту запись. Ночью с 6 вечера до 6 утра они молились, чтобы Господь благословил их землю, чтобы прекратились эти убийства. Там много коптов, которые страдают, которых убивают. И вы знаете, где-то около 2 или 3 часов ночи не запланировано, спонтанно, где-то просто зала, 50 тысяч человек в скале, просто в скале, вот огромная такая площадь, начали сканировать Иисус, 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 Иисус. И даже через запись вы можете видеть, как присутствие Божие и переживать опускается на вас. Человек, которого Бог использовал, чтобы организовать это, когда рассказывал об этом, просто слезы текли по его щекам. Он говорит, это было что-то необыкновенное. Это был кусочек неба, которое было просто на земле. Мы все хотим переживать присутствие Божие. Он говорит, после этого нет никаких у нас проблем между христианами. Нет уже этих стен. Ты католик, ты православный, ты протестант. Пасторы стали собираться и говорить, давайте молиться. Столько вызовов, столько проблем, столько нужд сегодня у народа. И он рассказывает о том, как Бог посещает их землю. Ревность внутри меня поднимается. И она все больше и больше поднимается. Я глубоко верю, что Бог начинает это молитвенное движение здесь, у нас, в нашей стране. И я хочу, чтобы каждый из нас молился и делал это еще больше, чем раньше. Я очень кратко скажу вам пять моментов, очень кратко, практических, иначе это будет просто, я поделился сердцем. У Иисуса было время для молитвы. У Иисуса было место для молитвы. У Иисуса была не просто молитва про себя, Он молился вслух. Иисус называл по имени тех людей, о которых Он молился. Он говорил, Симон, Симон, я молился о тебе. Он был конкретным в молитве. И Иисус не всегда молился один, Он молился с другими. Пять советов. Назначь время для молитвы. Самое лучшее время, утреннее время. Пусть у тебя будет место, где ты молишься. Там, где ты живешь. Уголочек твой. У меня по-разному бывает. Дома у меня есть место. И не одно. Несколько мест. Если там гости, то я могу там. Если там, то я могу там. В машине. Еще как-то. Молись вслух. Не только М, Иисус, М, Иисус. Молись вслух. Произноси. Говори. Называй по имени тех людей, о которых ты молишься. И молись не только один. Молись другими. Присоединяйся к молитве в нашей церкви. Будь с нами в молитве. И Божья благодать будет течь в твоей жизни. Давайте поднимемся сейчас. Бог поднимает молитву. Бог возбуждает этот дух жажды и голода по нему. Потому что, если нет молитвы, ничего не происходит. Когда церковь не молится, все остается на прежнем уровне. Когда церковь молится, все меняется. И Бог приходит и посещает свой народ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok